Мировые лидеры прибывают в Буэнос-Айрес. Здесь начинается юбилейный 10-й саммит Большой двадцатки, который уже назвали одним из самых важных в её истории. В столицу Аргентины, среди прочих, прибыли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Японии Синдзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Особое внимание на встречах уделят мировой экономике на фоне торговых войн. Ожидается, что американский лидер проведёт встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудят набирающий оборот и торговый конфликт между странами. При этом Дональд Трамп предупредил, что готов повысить пошлины на китайский импорт объёмом – 200 миллиардов долларов с 10 до 20 процентов. Он также грозит новыми пошлинами, если в торговле с Китаем не удастся достичь баланса и защитить американскую интеллектуальную собственность. В преддверии саммита уже состоялась встреча президента Аргентины Маурисио Макри и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Они обсудили более тесные экономические связи между ЕС и Аргентиной, включая планируемые соглашения о зоне свободной торговли. «Мы продолжим развивать инициативы, такие как аргентино-итальянские спутники, которые недавно были запущены. Мы укрепим деловые и экономические связи в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, а также сельского хозяйства ради взаимной выгоды». Ожидаются и протесты антиглобалистов. В Буэнос-Айресе в ходе саммита будет работать более 22 тысяч полицейских. Первый саммит Большой двадцатки состоялся в 2008 году после начала мирового финансового кризиса. Проливные дожди вызвали хаос в турецком городе Бодрум. Он находится в южной провинции Мугла на берегу Эгейского моря и популярен у туристов. Сначала в море вдоль побережья прошёлся смерч. Потом большинство улиц города и первые этажи зданий затопило пребывающей водой. Люди были вынуждены в спешке покидать дома. Затем дождь перешёл в крупный град. Поток воды смыл десятки автомобилей. Как сообщают местные СМИ, серьёзно пострадало много магазинов и ресторанов. «Это было ужасно. Просто ужас. Мы еле спаслись. Быстро выбежали. Видите наш ресторан. Это просто ужасно. Что тут сказать». Городские власти говорят, что проводят спасательные работы и откачивают воду. Основные дороги города пока остаются затопленными. Людей приходится эвакуировать на лодках. По данным метеорологов, сильные дожди по всей территории Турции будут продолжаться до конца недели. В Бразилии в рамках операции «Автомойка» арестовали губернатора штата Риа-де-Жанейро Луиса Фернандо Пизао. Прокуратура обвиняет его в получении взяток и отмывании денег. Считается, что Пизао участвовал в коррупционной схеме в период с 2007 по 2014 годы. Тогда он был заместителем своего предшественника – губернатора Сержио Кабрало. Последнего арестовали в 2016 году за то, что он получал откаты от строительных фирм в обмен на госконтракты. В 2017-м экс-губернатора приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. По данным прокуратуры, Луис Фернандо Пизао получил взяток в общей сложности на сумму 6,5 миллионов долларов США. «Я пока немного знаю об этом, но очень довольна этим арестом, потому что Пизао ничего не сделал для людей. Все, кто так поступают, просто крадут деньги и больше ничего не делают». Помимо губернатора, полиция задержала ещё восьмерых фигурантов дела. Антикоррупционная операция «Автомойка» идёт с 2014 года. Сначала во внимание правоохранителей попала государственная компания «Петробрас». Её топ-менеджеры брали взятки от строительных компаний в обмен на госконтракты. Полученные деньги шли на подкуп чиновников и политиков. Позже выяснилось, что в коррупционной схеме участвовала не только Петробрас. Экс-губернатор Серджио Кабрал за взятки заключал госконтракты на ремонт железной дороги и восстановление стадиона Маракана. На севере Индии сотрудники лесного хозяйства изъяли 654 пресноводных черепашки, которых контрабандисты спрятали в пруду. «Как только мы получили информацию, то провели очистную операцию в пруду. Вынули водоросли, вычерпали воду и извлекли черепах. Из них 172 живые, 482 мёртвых». А вот контрабандистам удалось скрыться. Как сообщается, они спрятали черепах в пруду, когда узнали о планируемой облаве на них. В Индии торговля некоторыми видами черепах и их транспортировка запрещены и считаются преступлением. Нарушителям грозит до трёх лет тюрьмы и штраф. Черепахи часто становятся мишенью контрабандистов. Обычно их переправляют в Китай, Бангладеш, Мьянму, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Там их мясо считается деликатесом, а части тела используются в народной медицине и фэншуй. Это также желанный трофей для коллекционеров. Первое испытание прототипа беспилотного такси «Поп-Ап-Некст» прошло на выставке дронов в Амстердаме. Разработчики протестировали уменьшенную копию аппарата. Такси может передвигаться и по земле, и по воздуху. Это возможно благодаря тому, что оно состоит из трёх модулей – квадрокоптера, двухместной капсулы и наземной платформы на колёсах. Транспорт будущего разработали компании «Ауди», «Эйрбас» и «Итлдизайн». Сначала они планируют выпускать обычное летающее такси, не модульное. «Мы знаем, чего ожидают клиенты, что ценят и какой вид транспорта им нужен. Поэтому по мере развития технологии мы будем смотреть, что можно использовать. И, может быть, в итоге придём к чему-то подобному». Впрочем, и само летающее такси появится в городах нескоро. «Для этого надо решить много вопросов. Они касаются самого транспортного средства, безопасности, инфраструктуры и законов. Мы думаем, пройдёт больше десятилетия, прежде чем будет массово запущена служба воздушного такси». Между тем, европейские регуляторы обсуждают, как обеспечить безопасность в связи с появлением в небе дронов-курьеров. Они также обеспокоены шумом, который исходит от этих летающих аппаратов. Беспилотное такси «Поп-ап-Некст» впервые представили на Женевском автосалоне в этом году. В конце весны на ферме французской семьи Мул царит восхитительный аромат. В этот период здесь заняты сбором цветков розы. Сады находятся в городе Пегама, округа Грасс на юго-востоке Франции. Этот регион часто называют столицей мировой парфюмерии. И эти цветы – главное достояние местных жителей. Роза столистная цветёт здесь в мае всего три-четыре недели в году. Её утончённый аромат – ключевой элемент многих духов, включая знаменитый «Шанель номер пять». Недавно на заседании на острове Маврики ЮНЕСКО включило традицию создания ароматов французского региона Грасс в свой список нематериального культурного наследия. «Эти цветочные поля очень важны для нас. Они были такими же, когда «Шанель номер пять» только создавали. В состав духов входят жасмин и розы, которые здесь растут, и которые обладают особым уникальным ароматом». Конечно, розу столистную выращивают и в других местах. Но цветы пегамы считают особыми из-за уникальных микроклимата, ландшафта и почвы. «Очень важна комбинация песчано-иловой почвы и особого климата, который зимой может быть более выраженным. В мае погодные условия обычно одинаковые из года в год. И все эти факторы влияют на аромат цветка». «Лепестки быстро отвозят на близлежащий завод для извлечения душистой эссенции». «Секрет качественного продукта в том, чтобы прошло как можно меньше времени между сбором урожая на полях и доставкой его на предприятие». Для создания одного килограмма цветочного экстракта необходимо 400 килограммов роз. То есть в небольшом флаконе «Шанель номер пять» содержится около 12 цветков. Почти каждый день австралийского фермера Стивена Пайта начинается с того, чтобы разогнать самцов эму и собрать яйца, которые они охраняют. «Иногда они маячат вокруг, пытаясь изобразить из себя больших и страшных птиц. Подходишь, поднимаешь руки и приподнимаешься, и страус отскакивает». В зимний период самки эму откладывают по одному яйцу каждые три дня. Однако около половины из них бесплодны. В дикой природе высиживают яйца самцы. Это занимает около двух месяцев. Но на ферме Пайта часть яиц идёт в инкубатор, а часть – на продажу. В яйцах поменьше зародышей обычно нет. Но такие не выкидывают. Фермеры продают их с рук в местных торговых центрах. У Стивена Шмидта каждое яйцо стоит пять австралийских долларов. Это чуть более трёх с половиной американских. За три месяца он продал около трёх тысяч яиц. «Я был в шоке, не ожидал такого спроса». У некоторых фермеров яйца эму стоят до 30 австралийских долларов за штуку. Всё дело в том, что спрос значительно превышает предложения. В Австралии всего 12 хозяйств, где разводят этих страусов. И помимо яиц, они ещё поставляют страусиное мясо и жир. Рестораны за яйцами эму буквально охотятся. «Все, особенно шеф-повара, всеми силами стараются раздобыть австралийские ингредиенты для своих меню». Шеф-повару этого ресторана в штате Квинсленд потребовалось два года, чтобы наладить поставки страусиных яиц. «Коржи на яйцах эму получаются яркими, насыщенными, оранжевыми. И вкус у них тоже намного богаче». Одно яйцо эму равноценно восьми куриным. Диетологи предупреждают, что лучше его разделять на несколько частей. «Это здоровый питательный вариант, но использовать их в пищу нужно аккуратно». В ближайшее время яиц эму на австралийском рынке вряд ли станет больше. Эти страусы хорошо несутся только зимой. Поэтому, когда сезон заканчивается, достать такие яйца становится ещё труднее. Рождественское настроение уже проникает почти в каждый уголок Лондона. На Риджен-стрит над головами туристов и горожан парят гигантские ангелы из тысяч огней. Знаменитые магазины и рестораны тоже приукрасились к Рождеству. Этот огромный золотистый омар поселился в одной из витрин универмага «Фортнум и Мэйсон». Другие витрины усыпаны горами сладостей, а здесь со снежной горки летят волшебные сани с подарками. В каждой витрине детского магазина «Хэмлис» можно увидеть настоящую зимнюю сказку, а у входа покупатели развлекают эльфы. Но не только Риджен-стрит изумляет рождественскими украшениями. Королевские ботанические сады Кью превратились в праздничный оазис огней и музыки. Пляшущие снеговики, скачущие олени и Санта-Клаус в санях. На фоне оранжерей «Пальмовый дом» разыгрывается грандиозное шоу из света и лазерных лучей. Каждую тропинку и полянку здесь украшают разноцветные огни. А в этой аллее среди качающихся гирлянд можно погрузиться в покой и размышления. Это так удивительно. Думаю, детям должно очень понравиться. Атмосфера прекрасная, рождественская, витает дух Рождества. Чудесно. Мне очень многое понравилось здесь. Впечатляет поле света дизайнеров Итаки. Понравились все эти огоньки. Захватывающее представление. Прекрасно сделано, блестяще. Садык Ю украшают уже шестой год подряд. И с каждым разом световое шоу становится грандиознее. Ожидается, что за праздничный сезон здесь побывает четверть миллиона гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин